В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Фитнес. Сегодня это часть жизни большинства успешных людей. И в последние годы развитие индустрии происходит в детском направлении. Так на открытии специализированного фитнес-клуба для самых маленьких побывала наша съемочная группа. Фитнес в контексте истории явление относительно молодое. Но с тех пор, как человечество в своем большинстве отошло от ручного труда, потребность физической нагрузки компенсируется именно таким способом. И фитнес-индустрия старается охватить все возрастные категории людей. Так очередь дошла и до детей. В преддверии своего 15-летия клуб Green Club презентовал новый проект «Детский фитнес». Нам хотелось бы, чтобы мамочки могли себе позволить эту роскошь заниматься. Для себя физкультурой выглядеть красивыми быть и здоровыми быть. Оставив нам детишек, которых тоже не просто так они оставили в детскую комнату, где они там среди каких-то игрушек находятся, а тоже развиваются. И мы тогда подумали, что будет очень уместно создать детский клуб. У нас нет в городе фитнес-центра детского. Все это есть какие-то секции, но они при взрослых. Но прежде чем выбрать спектр услуг, мы провели мониторинг и опросили очень много родителей с детками, чтобы им хотелось видеть здесь и учли все пожелания. Вы на открытии сегодня видели наших воспитанников и гостей, и приглашенных выступающих детей. На самом деле мы готовы научить всему этому. Тэквондо, карате. Девушки, мальчики должны быть сильными, вы согласитесь. Поэтому будем учить их с малолетним. То, что касается у нас детского фитнеса, залы можно посмотреть, прийти, есть очень много оборудования. Это танцевальные направления, хореография, классика и современные танцы. Также будут развивающие направления. Это декоративно-прикладное искусство, рисование, моделирование, макетирование, лего. То есть будем развивать ребенка всесторонние. Когда люди слышат тэквондо, у них вызывает это ужас. О, там бьют по голове, ногами. Очень больно. Нет, несмотря на то, что тэквондо – боевое восточное единоборство, это очень интеллектуальный вид спорта. Зачастую выигрывает не тот, кто сильнее, а тот, кто оказался наиболее хитрым, тот, кто смог собраться на этот короткий промежуток времени и кто смог держать себя в руках. Гости вечера – поклонники фитнеса со стажем, а потому знают, как замотивировать к спорту себя и своих близких. Главная мотивация, что я занимаюсь и хотелось приобщить ребенка к спорту, плюс она очень энергичная, нужно куда-то девать силы и энергию. Детей можно мотивировать только личным примером. Заставлять – бесполезно. Так, ну вообще, мне кажется, все зависит от ребенка. То есть, если ребенок готов уже заниматься спортом. Но вот сейчас выступали девочки так замечательно, все очень здорово, красиво. Думаю, с трех лет очень даже да. То есть, в три года уже ребеночек такой, может и без мамы побыть, может и позаниматься. Вообще, идея очень классная, очень здоровская. Я даже слышала, что здесь можно будет оставлять детей на несколько занятий подряд и позаниматься собой. Ну, надеюсь, что она, конечно же, у меня будет заниматься спортом. Пока у нее нет этого желания. Но мы будем сюда ходить на ИЗО. Я знаю, здесь есть рисование, мы с удовольствием будем ходить на ИЗО сюда. Как говорится, решение найдется, было бы желание. И тот факт, что все больше людей сегодня приобщаются к фитнесу, стимулирует эту индустрию развиваться и дарить нам еще более интересные предложения и услуги. Конкурсы красоты в наши дни стали по-настоящему народным мероприятием. Так, недавно в Челябинске прошел финал сразу трех подобных проектов. За выступлением конкурсанток наблюдала журналист «Бьюти Тайм» Алина Верес. Если раньше участие в конкурсах красоты были привилегией безупречных красоток, сейчас популярны тематические проекты, которые дают возможность принять участие всем без исключения. Сегодня у нас здесь состоялся финал трех проектов. Это «Мамочка года» – проект досуговой программы для наших любимых мам, для их отдыха и для развития детей. Также финал состоялся проекта «Супер бабушка» – это проект досуговой программы для отдыха наших бабушек непосредственно. И финал проекта «Преображение малышка на миллион». Попробовать себя в чем-то новом. Этого вообще, в принципе, нигде не участвовал никогда. То есть, обыденный все дом-работа. Да, всегда преображение, как внутренне, так и внешне. Это всегда больше уверенности в себе придает проект. Наблюдается тенденция, что современные мамы в декрете не засиживаются дома, а наоборот, начинают заниматься тем, на что не хватало времени в рабочие будни. Проект «Мамочка года» позволил участницам раскрыть свой творческий потенциал, при этом без отрыва от своих прямых обязанностей. Современные мамы занимаются не только саморазвитием, но и с младенчества стараются развивать активно своего ребенка. Программа такая очень полноценная, интересная, красивая, именно по ходу за собой и, соответственно, занятия вместе с детьми. Много было мастер-классов, например, по стилистике, как ухаживать за собой. Все чаще случается, что современных бабушек, прогуливающихся с ребенком, принимают за мам. А все потому, что, несмотря на свой статус, им удается сохранить привлекательность и энергичность. Проект «Супер бабушка» наглядно это продемонстрировал. «Супер бабушка» должна быть активная, целеустремленная. Она должна заниматься не только внуками, но и, естественно, посвящать время себе. Много было интересных направлений, которыми нам посчастливилось заниматься. У нас был мастер-класс по живописи. Нас научили бизнесу с нуля. Но, может быть, никогда не задумывались об этом, но теперь каждый задумался. У нас был мастер-класс по идеальным отношениям. Теперь мы знаем, как их выстраивать. Был потрясающий день фотосессии. Наверное, тоже просто так не пойдешь и не поучаствуешь в фотосессии, не будешь фотографироваться. Очень много эмоций, очень много того нового, чего бы хотелось для себя. Мы все это получили. Хотелось бы изменить в своей жизни, поучаствовать в проекте не только дома работы, но и разнообразить в своей жизни. В наше время, чтобы быть стильной любой женщиной с внуками, то есть бабушке, нужно всего лишь сделать красивую укладку, объемную и легкую. Больше ничего не требуется. Участие в подобных проектах всегда наполняет жизнь яркими эмоциями, незабываемыми впечатлениями и приятными знакомствами. А самое главное, дарит новое ощущение себя и мотивацию на дальнейшее развитие. Кстати, старт следующего сезона проектов уже объявлен. Регистрация участниц открыта на сайте www.tvoyshans74.rf Империал Fashion Собираем безупречный гардероб, женственные платья и ультрамодный спортшик. Самая модная обувь и аксессуары итальянских дизайнеров. Империал Fashion из Италии с любовью. ТРК Фокус, третий этаж. Имидж-клуб Светлана при поддержке компании «Сады России» представляет профессиональный конкурс юных моделей «Бэби-модель-2017». 23 июня. Дворец пионеров на Алом Поле. Подробности на сайте www.svetlana74.ru Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 классов. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelikan74.com Запись на экскурсии по телефонам 264-6109-214-59-99 В связи с тем, что наступление настоящего лета в этом году откладывается на неопределенный срок, необходимо пересмотреть и свой сезонный гардероб. Несколько актуальных во всех смыслах луков из коллекции этого сезона в продолжении выпуска. Романтический стиль призван напомнить девушке про ее нежность и утонченность данной природой. А что как ни платье отражает все эти красивые качества. Пожалуй, самым изысканным вариантом в коллекциях «Весна-лето-2017» признаны модели из кружево-пудрового цвета. В этом же направлении работают любые цветочные принты, а также вышивки и аппликации. Перфорированное платье из хлопка ассоциируется с курортной тематикой, но в темно-синим варианте будет уместно и в городских условиях. Если черное кружево – символ соблазна, светлые нежности и романтики, то в ярком варианте это определенно смелость, ну или как минимум желание быть в тренде. Другими словами, идей на тему женственности у дизайнеров предостаточно. А значит и моделей платьев в новых коллекциях тоже невероятно много. Это «Бьюти Тайм» – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Сегодня такие понятия, как стройность, красота, здоровье и благополучие стоят в одном ряду. А это значит, что любой успешный человек к этому стремится. В проекте «Мое новое тело. Вопрос сохранения молодости» мы разбираем с научной точки зрения. Наши эксперты – кандидат биологических наук, врач-генетик Ольга Площанская, врач антивозрастной медицины Станислав Чегринец и врач-косметолог Ольга Крутяева. Естественно, мы стареем мозаично, то есть что-то быстрее, что-то меньше. Здесь генетическая подоплека в основе этого, потому что что-то досталось нам посильнее, что-то послабее. Практически сейчас нет ни одной медицинской работы более или менее качественной, исследовательской, которая не включает комплимент генетики. Наиболее действующим фактором, влияющим на продолжительность жизни, на качество жизни, является модификация образа жизни. Поэтому с этого мы начинаем. Мы растолковываем пациенту, что такое правильный образ жизни, и это будет его спутником на всю долгую жизнь. Героиня проекта Елена Бер, известный блогер, стилист, имиджмейкер. Человек, который в последнее время пересматривает отношения к себе и своему здоровью. В последнее время я решила заняться своей фигурой, потому что, увидев себя в журналах, там где-то по телевизору, я была совершенно недовольна своим внешним видом, потому что я была просто реально очень полная. Смотря на то, что мне сказали, что в 50 лет ты не похудеешь, то я все-таки взяла и похудела с помощью спорта, с помощью питания. Но, глядя на себя в зеркало, я все же подумала, что все не очень хорошо, потому что, конечно, тело потеряло несколько упругостей, в общем-то появились какие-то облицания. Но мне это, конечно, очень не нравится, и меня это тревожит, и беспокоит, и я не знаю, что с этим делать. Если там раньше, кроме диет и спортзала, ничего не было, да, по сути, в арсенале женщин, то сейчас специалисты, они все работают над тем, чтобы женщина себя чувствовала более уверенной, была здоровой и красивой. Каждый, наверное, вспомнит слово, интересно, детоксикация, детокс, детокс-терапия. Вот, и она используется и в нашей программе, это детокс-терапия. Что мы вкладываем в это понятие? Мы живем в мире таких вещей, которые называются ксенобиотики. Страшное слово, смысл его достаточно простой. Ксено – чужой, биотик – биология, да? То есть все наши моющие средства, пищевые добавки, красители, наши косметические средства, все остальное, в абсолютном большинстве случаев, это все ксенобиотики. Так вот, чтобы эти ксенобиотики нам не вредили, в организме есть система многоступенчатая, которая их выводит. И если посмотреть, как эта система работает, а для этого есть тоже генетические анализы, то можно сориентироваться, то есть у человека выведение лишних веществ легко идет или плохо. С другой стороны, ведь ожирение, если мы затронем эту тему, можно рассматривать как компенсаторный механизм с тем, чтобы склабировать эти коксины, когда организм не может их нейтрализовать. Одна из причин – это может быть повышенная тактическая нагрузка. И здесь гены нам помогают понять, а действительно у человека происходит этот сбой. Для Елены программа обновления детоксикации и омоложения начнется с генетического анализа и будет проходить под наблюдением врачей сразу нескольких специальностей. Подробности в следующей серии проекта «Мое новое тело». Сегодня я пришла в клинику для того, чтобы узнать, какая у меня генетическая предрасположенность в полноте, почему проблема лишнего веса всю жизнь меня беспокоит. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Гиплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Информационный портал доктора «Гиплекса» – мояноваяжизнь.рф Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На «Соник Ривой 30». В кинотеатрах «Киномакс» все фильмы за 99 рублей до 11 утра. Все тренды лета в коллекциях «Пенни Блэк» от «Макс Мара Фэшн Групп». «Пенни Блэк». ТРК Куба. Первый этаж. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. У них в соседях модельное агентство «Моделф», команда визажиста «Френды» и бьюти-пространства «Парикмахеры». Но все же началась эта творческая история именно с третьего блока – площадки, где вот уже второй год рождаются и реализуются самые креативные идеи. Это реальное название секретных цехов бывших завода НИИТ, которые располагались на третьем этаже в левом крыле третьего блока. Поэтому третий блок – это готовое название, исторически сложилось, и мы стали его менять. И всем гостям продолжаем говорить о том, что третий блок – это вот некая творческая организация на базе секретных цехов НИИТа. Надо уходить от клише «Сырового города». В нашем «Сыровом городе» прекрасные творческие люди, и дай Бог, чтобы становилось каждым годом все больше и больше. Свой второй день рождения третий блок отметил вечеринкой под названием «Попкорн-шоу». Сюда приглашены только самые близкие, а их оказалось не меньше пары сотен, и все – ценители креатива. В программе праздника – показ фильма «Бал» от проекта «Синема-фэшн», живая музыка, экстравагантное шоу, созданное сразу несколькими дизайнерами и стилистами, и, конечно же, попкорн. Просто необъятное творческое пространство, огромное количество народу, огромное количество стилистов, дизайнеров, визажистов, парикмахеров, фотографов. Действительно, я не знаю, фотографа, который бы здесь не был. Однажды я проводила в третьем блоке мастер-класс. Я тогда впервые узнала об этом пространстве, и мысленно для себя я сказала, «Как же здесь круто, я хочу здесь быть!» После этого я стала искать здесь свободные помещения, их не оказалось. Прошел год, и потом мистическим образом события сложились в такую цепь, что я теперь здесь. Это пространство, в котором собираются самые чудики города Челябинска, люди, которые свободны от предрассудков, свободны от стереотипов. Здесь можно все. Это место, где можно соединяться душами, встречаться, создавать, воплощать какие-то идеи. Для меня это, конечно, рабочая площадка в первую очередь. Место очень интересное, меня всегда радует то, что фотографии отсюда выходят разные. Пространство вообще творческих людей в нашем городе, где собираются действительно какие-то уникальные личности, с немного другим, может быть, мировоззрением, но это очень интересно действительно. Третий блок – это нечто большее, нежели типичный зал для фотосессии. Это масштабная ивент-площадка, известная своими мастер-классами, перформансами и презентациями. Здесь все постоянно движется и видоизменяется. Здесь царит творчество во всех его проявлениях. Людям нужны новые эмоции, новые локации, что они могут взглянуть на каждую локацию, инсталляцию по-своему, начать фантазировать. Поэтому стараемся, чтобы каждая локация не держалась более чем полгода. Третьему блоку всего два года, но он успел стать незаменимой арт-площадкой для самовыражения творческих людей нашего города. Сложно представить, какие еще эксперименты ждут третий блок в будущем, но то, что креативный потенциал огромен, не вызывает сомнений. Все выпуски Бьюти Тайм, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на нашем YouTube-канале. А на этом выпуск завершен. До встречи! Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211 50 30. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова